Работу над городом мы обсуждали на неделе со столичным городоначальником Собяниным. Ведь в Москве снова большой, на этот раз очень большой ремонт. Пробки допоздна и москвичи, конечно, недовольны. И шутки типа «ищут клад» — это самый мягкий отзыв о происходящем. Ремонт идёт в историческом центре. 50 улиц. Власти говорят, что это та самая организация общественного пространства, которая назрела давно и которой уже надо было заняться безотлагательно. Почему и зачем, мы задали вопрос напрямую Сергею Собянину. Сергей Семёнович, когда вы возглавили Москву, главный пункт вашей программы был сделать её удобной для москвичей. Вот стройка. В прошлом году вы сделали Никольскую, Покровку, Моросейку, Пятницкую. Вот сейчас это массово. Фактически весь город переделывается. Скажите, насколько оправдала себя та самая переделка прошлогодняя? Мы за год уже забыли, что было тогда, какие события происходили, какой масштаб работ был. Нам кажется, ну это так, что-то несущественное. А вот в этом году действительно это сложно. Каждый год есть сложности. Во время реконструкции улиц это неудобно и для пешеходов, и для автомобилистов. Но действительно стоит того. Вы спросили, а что с теми улицами? А те улицы стали просто другими. Их сегодня не узнать. Количество пешеходов увеличилось от трёх до семи раз. А движение автомобилей не ухудшилось практически, а стало в том же трафике. Но это другие улицы, на которых помимо того, что люди гуляют, идёт жизнь, проходят фестивали, проходят культурные программы. Это другая обстановка, другая аура, другой стиль города. И я думаю, что будет так же и с этими улицами. Я понимаю, что когда даже в квартире ремонт, всем неудобно. Но почему так массово в этом году? Не массово, это 50 улиц. В прошлом году мы сделали тоже 50 улиц. Каждый год примерно одинаковый объём. В прошлом году основной упор был на вылетные магистрали. Каширка, Варшавка, проспект Мира. В этом году больше в центре города. И разбить их на какие-то кусочки совсем маленькие невозможно. Тогда мы просто продлим эту историю на много и много лет. Лучше уже сделать комплексно и как можно быстрее. Закончить ремонт квартиры. Вы же не делаете по комнате в течение 10 лет. Так и здесь этого не нужно делать. Хотя, в принципе, объём работы всё равно предстоит большой. Вообще в Москве 3,5 тысячи улиц. Мы занимаемся 57 улиц в год. Представляете, какая программа? Это столетняя программа. Когда улицы не ремонтируют, не реконструируют на протяжении десятков лет, когда-то надо заниматься. Я знаю, вы долго жили в Лондоне. Вы хорошо знаете наверняка и Париж. Там есть свои главные улицы, которыми гордятся лондонцы и парижане. Скажите, пожалуйста, в центре Москвы есть улицы, которыми гордятся москвичи? Центральные улицы. Какие это улицы? Тверская, Новый Арбат. В каком они состоянии были? Нужно или нет Москве, столице нашей родины, в центре города, иметь хотя бы несколько улиц, которым москвичи сказали и гости? Во! Это классно, это нам нравится, это по-европейски, это уровень столиц. Мне кажется, что это нужно. Москва достойный город, и он должен быть не хуже, чем мировые города. Здесь должно быть создано пространство, которое комфортно для горожан, где можно гулять, ходить, где можно проводить праздники. И на самом деле должно быть так, что мы не должны хотеть бежать из Москвы при первой возможности, а наоборот оставаться здесь и любоваться городом, чтобы нам здесь нравилось. Вот это конечная задача. Это будет все и в спальных районах тоже? Мы вообще начинали именно со спальных районов, не с центра Москвы. И сегодня большая часть работ продолжает проводиться именно на периферии города. Я уже говорил о тех вылетных магистралях, которые мы реконструировали в предыдущие годы. Можно поговорить о тысячах дворах, московских дворах, в которых проведена реконструкция, о 450 парках, которые были реконструированы, о 50 народных парках, которые создаются по месту жительства. Каждый год дополнительно. Это огромная, колоссальная работа. Кроме того, мы никогда об этом слов не говорили, я сегодня говорю вам об этом впервые. В Москве проводится колоссальная благоустроительная работа вокруг строящегося кольца железной дороги, малого кольца железной дороги. Объем реконструкции, объем благоустройства, он сопоставим с тем, что делается в целом городе. И по количеству задействованных ресурсов, и по масштабу работы. Там работают тысячи людей, выводят огромные тысячи тонн мусора, реконструируют, приводят порядок в серединную часть Москвы, которая сегодня находится просто в страшном состоянии. Вот расширяются тротуары, и очень многие опасаются, что таким образом сузится проезжая часть, будут большие пробки. Ну а сколько эти опасения? Я знаю эти опасения, если взять ту же Тверскую, на которой мы находимся. Здесь большая часть улиц состоит из четырех полос в каждом направлении. Местами эти полосы, там пять-шесть полос, то снова сужаются в эти же четыре полосы. Поэтому на Тверской будет все те же четыре полосы, в ту и в другую сторону. Другой вопрос, что ширина этих полос будет сужена до европейского стандарта. Но количество полос не изменится, и трафик здесь не ухудшится. Вот возьмите Большую Дмитровку, которая буквально здесь, можно на ней пройти и посмотреть. Там было четыре полосы, сегодня одна, а движение лучше, потому что на этих полосах, на четырех, парковались в огромном количестве машины, практически блокируя вообще движение. Сегодня этих полос нет, но движение идет прекрасно, и в то же время создано прекрасное пространство для гаража. Так там и парковок теперь нет. Слушайте, ради сотни парковок для машин отравляют жизнь тысячам людей, которые там гуляют, мне кажется, было бы несправедливо. Есть парковочное пространство в Москве, оно платное, есть подземные парковки, пожалуйста, но есть общественный транспорт. Давайте посмотрим картинки, которые были 3-4 года назад, и мы увидим какие-то улицы. Там ни для пешеходов, ни для автомобилистов места не было. Не было нормального движения, не было пешеходного пространства. Невозможно было бы заниматься улицами, если бы мы не занимались другими элементами городского пространства. Мы убрали уличную рекламу, растяжки. Сегодня убираем провода, которые висят над головой, перекладываем коммуникации, ремонтируем фасады домов, делаем качественное освещение. Если бы в центре города не было введено парковочное пространство, беспорядочное, бессмысленно было это делать. Вот здесь бы на этом месте стояли десятки машин, смысла бы никакого не было. То есть это все элементы одной и той же политики, создания в целом комфортного состояния города. Вы убрали ларьки, которые правда закрывали город, и мы правда увидели другой абсолютно город. А что получают владельцы взамен? Потому что вложены же деньги. Те, кто арендует места, тот малый бизнес, о котором мы заботимся, в первую очередь, они могут арендовать помещения в других зданиях, уж законных, капитальных. И в Москве более чем достаточно торговых площадей, чтобы они смогли спокойно переехать. Мы предлагаем свои услуги, свою помощь для того, чтобы подобрать им помещения. Но большинство из них подавляющее не нуждается в наших услугах, они быстро и оперативно снимают другие помещения. Что касается собственников этих помещений, к малому бизнесу, поверьте, они никакого отношения не имеют. Какие они разрешения получали, это на их совести. Мы прошли до Верховного суда, и он подтвердил нашу правоту. Это опасные реальные объекты для города. Зарегистрированы, построены незаконно. Более того, если вы меня спросите, а вообще возможно ли нет их оставить? Ну, наверное, возможно. Но если завтра случится что-то на подобии, как случилось в Хромой Лошади в Перми, погибнут люди, кому будет вопрос? Ко мне, скажут, уважаемые господа, есть федеральный закон, есть возможность вашу навести порядок. Вы этого не сделали. Вы просто не выполнили свои обязательства, свои функции. Вы не защитили людей. Поэтому на самом деле и вариантов других не особенно много. Как вы думаете, когда мы закончим с центром города, чтобы уже насладиться? Потому что город правда становится красивым. Уже хотелось бы понять, когда получим удовольствие походу. Вы знаете, Ирода, я бы тоже хотел утром проснуться, и все было бы сделано, все расцвело. Я сказал, как здорово, и никаких мучений, никаких проблем. К сожалению, это огромный труд. Чтобы сделать свой город красивым, для этого нужно потрудиться, нужно время, нужно усилие, нужно терпение, в конце концов. Конечно, не будет продолжаться бесконечно. Основные работы, которые на участках, которые мы сегодня ведем, будут закончены до сентября. Следующие этапы последующих лет, это 2017-2018 год. И я думаю, что подавляющее количество работ в центре будет закончено. Субтитры создавал DimaTorzok